Всем привет! Добро пожаловать на канал RooCenter. В этом видео мы поговорим про параметры виртуального хостинга. Обычно они встречаются в описании тарифов, но тем, кто не погружен в IT-тематику, часто сложно понять, что они обозначают и на какие из них нужно обращать внимание при выборе тарифа. Напомним, что хостинг нам нужен для того, чтобы разместить все файлы нашего сайта в интернете. Без хостинга сайта просто не будет. Виртуальный хостинг стоит выбирать, если вы хотите создать небольшой сайт, например, одностраничник для своей компании, лендинг-конференции, информационный сайт компании или же небольшой интернет-магазин. Помимо размещения вашего сайта в интернете, вы также сможете создать доменную почту на виртуальном хостинге, что также поможет вам развивать бизнес. Плюсы этого вида хостинга заключаются в том, что он дешевле, сервер уже настроен и вам не нужно его администрировать, а также не нужно иметь никакие технические знания для его использования. Еще один плюс – это экономичность этого вида хостинга, так как вы делите сервер с другими сайтами. Но при этом есть и минусы. Это ограниченность по серверным мощностям, которых может быть недостаточно для проектов с высокой посещаемостью. Но опять же, как мы и говорили, он подходит для небольших сайтов. Теперь давайте поговорим, какие параметры есть у виртуального хостинга, как понимать их назначение и на что обращать внимание при выборе подходящего тарифа. В этом видео мы обсудим параметры, которые относятся к работоспособности и доступности сайта. Первый из них – это дисковое пространство. Это объем пространства на сервере хостинг-провайдера, который арендуется для размещения сайта. Обычно этот объем измеряется в гигабайтах, и чем больше дисковое пространство, тем больше файлов и информации вы сможете разместить на своем сайте. Дисковое пространство занимает не только файлы сайта, но и базы данных, сообщения электронной почты и журнал работы. Если превысить лимиты тарифа, хостинг-провайдер направит уведомления и предложит увеличить объем диска, то есть перейти на тариф постарше. Чтобы понять, сколько дискового пространства нужно для сайта, сначала узнайте примерный объем файлов сайта и базы данных. Потом умножьте его на 2 и прибавьте к этому значению 10-20% про запас. Следующий параметр – это количество доменов и сайтов, которые вы можете запустить. Если вы хотите сразу запустить 3 разных онлайн-магазина, то вам нужно будет, чтобы вам было доступно создание 3 сайтов. Если планируете создать 1 магазин, то, соответственно, вам нужно создать 1 сайт. Файлы разных сайтов хранятся в отдельных папках на хостинге, но делят общие ресурсы тарифа. Поэтому количество сайтов также стоит учитывать, когда выбираете объем дискового пространства. Чем больше файлов, тем больше свободного места вам понадобится. Обратите внимание на количество синонимов, которые можно добавить на хостинге, если вы планируете создать дополнительные адреса для вашего сайта. Вы сможете создать синоним вашего сайта, например, ваш домен с популярной ошибкой, и перенаправлять пользователей с этого домена на ваш главный сайт. Еще один важный параметр – это выделенная память, то есть RAM. Этот технический параметр отвечает за быстродействие сайта. Посетители, которые открывают сайт и взаимодействуют с ним, например, заполняют формы регистрации, на самом деле обращаются к веб-серверу сайта. Веб-сервер обрабатывает запросы, и в ответ пользователи получают необходимую информацию. Если нагрузка большая, а выделенной памяти недостаточно, то сайт будет работать медленно, а у некоторых клиентов может и вовсе не загрузиться. Поэтому, если на сайте планируется много контента, ресурсоемкие скрипты или высокая посещаемость, следует выбирать тариф с памятью не менее 1024 МБ. Переходим к PHP. Это один из языков, на котором создаются сайты. Важно, чтобы хостинг поддерживал PHP, так как он входит в код большинства CMS-систем, и без него не получится создать сайт на таких CMS, как WordPress, Drupal и т.д. Теперь поговорим про число процессоров и процессорное время. Для обработки запросов от посетителей сайта и работы CMS на сервере запускаются различные процессы. Параметр число процессов определяет, сколько одновременных запросов может обрабатывать сервер. Простому сайту достаточно 32 одновременно запущенных процессов. Для высоконагруженных проектов и сайта с большой посещаемостью это число должно быть как можно больше, минимум 64. Процессорное же время определяет допустимую нагрузку на процессор со стороны хостинга, т.е. сколько своего времени процессор-сервер будет тратить на обработку запросов и выполнение скриптов сайта. Как правило, процессорное время считается в процентах или минутах. Чем больше посещаемость сайта и чем требовательнее его скрипты к ресурсам, тем больше процессорного времени потребуется для работы сайта. Следующий важный параметр это iNode. Он определяет максимальное число объектов, папок, файлов, сокетов на хостинге. Для комфортной работы сайта средней сложности рекомендуем выбирать тарифы со значением параметра не менее 1 миллиона. Переходим к MySQL. Это самая популярная система управления базами данных, которую используют большинство сайтов. Зачем она нужна? Вся информация сайта, например, в списке товаров или пароли, хранятся в базах данных. Эти базы данных выглядят как структурированные объемные таблицы. Чтобы ими было проще управлять, например, доставать из них информацию или обновлять данные, как раз нужен MySQL. Без поддержки MySQL не работает ни одна популярная CMS-система. Нужно выбирать тариф с поддержкой MySQL, если ваш сайт – это не сайт-визитка с одной страницей, а полноценный сайт с формами регистрации или с товарами. А также разрабатывается на WordPress, Joomla, Bittrex и других популярных CMS. Старайтесь выбирать хостинг с неограниченным количеством баз данных MySQL и неограниченным количеством пользователей MySQL, так как вам будет удобнее работать с резервными копиями и тестировать новые версии сайта, не проверяя исчерпанный лимит. Следующий параметр – это phpMyAdmin. Это популярный графический интерфейс для работы с MySQL. С его помощью можно создавать базы данных, массово вносить в них изменения и оптимизировать. Приходим к FTP-аккаунтам. Для начала разберем, что такое FTP. Это специальный протокол, с помощью которого можно передавать файлы от одного компьютера другому по интернету. Протокол FTP позволяет работать с файлами сайта на хостинге, просматривать их, редактировать и загружать новые. FTP-аккаунт – это учетная запись для работы по FTP, которая создается вебмастером на хостинге. Будет удобнее создать один аккаунт для каждого сотрудника, кто работает над сайтом. Выбирайте тариф с поддержкой как минимум двух FTP-аккаунтов, даже если планируете самостоятельно заниматься поддержкой сайта. Бывают такие случаи, когда без привлечения стороннего вебмастера не обойтись. Отдавать ему свой FTP-аккаунт с полным доступом может быть не всегда безопасно. Следующий параметр – это htaccess. На физических серверах хостинг-провайдеров работает специальное программное обеспечение – веб-сервер. Веб-сервер принимает запросы от браузера и отправляет ответы, например, в виде страниц сайта. Чтобы клиенты тоже могли настраивать веб-сервер для своего сайта, им предоставляется доступ к файлу htaccess. В этом файле владелец сайта может делать все действия, которые вы сейчас видите на слайде. Доступ к htaccess нужен для вебмастеров, которые будут работать над сайтом. Если хостинг-провайдер не предоставляет доступ к этому файлу, придется искать альтернативные пути решения многих задач по настройке сервера, что не всегда удобно. Следующий параметр – ssh – secure shell. Это сетевой протокол для удаленного управления сервером и передачи данных. Он используется, если нужно выполнить команды, например, развернуть архив сайта, работать с базами данных или безопасно загрузить файлы. Доступ по ssh предназначен для опытных пользователей. Параметр cron позволяет ежедневно автоматически выполнять рутинные операции. Достаточно просто запланировать их в виде заданий и установить периодичность. С помощью него можно запускать скрипты, создавать резервные копии и так далее. И на этом все. В этом видео мы поговорили про параметры виртуального хостинга, которые важны для сайта и для его работоспособности и доступности. Обращайте на них внимание при подборе подходящего тарифа для вашего бизнеса. Но если у вас есть какие-то вопросы, то, как всегда, пишите их в комментариях под этим видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok